Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Так написано». Сегодня вновь приглашаю вас окунуться в удивительный мир изучения Священного Писания. Второе пришествие Иисуса Христа. Это событие, о котором говорит Священное Писание. Для одних это, как говорит Павел, апостол, блаженное упование, надежда, которая наполняет все существо верующего человека. Для других людей это конец света, ужас, которого они ожидают с наступлением смерти. Для третьих это миф, не имеющий ничего общего с реальностью, с реальной жизнью. Однако, будучи людьми верующими и изучая Священное Писание, мы не можем пренебрегать теми пророчествами, которые уже исполнились и которые касаются Второго пришествия Иисуса Христа. Мы не можем игнорировать того положения, которое сегодня происходит в нашем обществе и в нашем мире. Мы видим, как пророчества Иисуса Христа сбываются. Сегодня приглашаю вас открыть несколько стихов из книги Откровения. Эта удивительная книга, Апокалипсис, рассказывает в шестой главе о тех людях, которые будут встречать Иисуса Христа неподготовленными, они будут бежать от Его присутствия. В шестой главе мы читаем с пятнадцатого стиха такие слова. Как мы видим с вами, все эти категории людей. А Иоанн говорит обо всех категориях социальной лестницы. Он говорит и о богатых, и бедных. Он говорит о великих людях и о тех, о ком никто ничего не знает. Он говорит о том, что все эти люди, они оказались неприготовленными ко Второму пришествию Иисуса Христа. И поэтому они задают вопрос, убегая к горам и камням, кто может устоять, когда наступит этот великий день гнева Божьего. Вопрос в шестой главе остается без ответа. И после этого Иоанн описывает другую категорию людей, которые стоят перед престолом Божьим. У них есть определенное качество, которое помогло им остаться верными и непоколебимыми. Вся седьмая глава книги Откровения говорит о том, что это за люди. Вся седьмая глава книги Откровения отвечает на вопрос, кто может устоять в великий день гнева Божьего, когда Иисус Христос явится во всей славе Своей на облаках небесных. Седьмая глава повествует нам о тех людях, которые будут иметь печать Божью. В первом стихе читаем. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом. К четырем ангелам, которым дано вредить, земле и морю говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Совершенно очевидно, как говорит книга Откровения, что в последнее время устоять могут только те люди, которые будут иметь на своем челе, на своем лице, будут иметь печать Бога Живого. Они будут запечатлены Богом. Это удивительная концепция, которая присутствует в Священном Писании. Запечатление печатью Божией. Однако сегодня существует очень много представлений в отношении того, что же есть печать Бога. Откровение говорит не только о печати Бога, оно говорит и о печати зверя, о печати Антихриста. И на этот счет тоже у богословов очень много различных представлений, в которых необходимо разбираться. Однако сегодня наша цель состоит в том, чтобы увидеть, как мы можем получить печать Божью, что эта печать представляет собой. Прежде всего, надо сказать о том, что печать – это то, что содержит в себе имя. Всякий раз, когда мы получаем тот или иной документ, скрепленный печатью, на этой печати находится имя той или иной организации, той или иной страны, того или иного лица, поскольку печать, она всегда содержит имя. А имя – это личность, имя – это характер. Поэтому, прежде всего, печать Божия будет ставиться на чело тех людей, которые подобны Богу по характеру. Священное Писание описывает множество различных историй, когда Господь ставит свою печать. Например, или кому Он дает свое имя. Например, в третьей главе книги Откровения, в 12 стихе мы читаем такие слова. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Господь обещает написать свое имя на челах тех людей, которые будут победителями в борьбе со злом. В 14 главе, в 1 стихе, также книге Откровения, мы читаем. «И взглянул я, — говорит Иоанн, — и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Иными словами, печать Божья — это его имя, которое находится на челах его рабов. А в 22 главе книги Откровения мы читаем в 4 стихе следующие слова. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Это то самое наследие, которое получат избранные, которое получат искупленные от земли. Таким образом, для того, чтобы иметь на себе печать Божью, необходимо соответствовать в своей жизни характеру Божьему. Мы должны получить этот характер, мы должны проявлять характер Божий для того, чтобы его имя было у нас на челе. Однако, помимо того, что запечатление, печать Божья — это соответствие или подобие по характеру, это еще и обладание. Что такое обладание? Мы можем прочитать в книге Исход, в 21 главе, в 6 стихе, такие слова. В Ветхом Завете существовал закон. Если человек, будучи рабом, не хотел расставаться со своим хозяином, он мог прийти к нему и сделать следующее. То пусть господин его приведет его пред богов, то есть пред судей, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Иными словами, посредством такой печати, посредством вот этой серьги в ухе раба, это говорило о том, что этот человек, этот раб является рабом, у него есть хозяин, и он является рабом навечно. Эта серьга в ухе раба говорила о том, что этот человек, будучи рабом, кому-то принадлежит. Есть еще один текст, который показывает также, что определенный народ принадлежал Богу. В 17 главе книги Бытие мы читаем следующие слова. 17 глава с 9 по 12 стихи. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Иными словами, знак обрезания существовал для того, чтобы народ мог себя идентифицировать, как народ, принадлежащий своему Богу. И поэтому запечатление, печать Божья – это еще и обладание. Те люди, на которых стоит печать Божья, говорят о том, что они принадлежат Богу, они принадлежат Ему по подобию, и они отдали свою волю в Его руки. И поэтому запечатленные Богом – это Его собственность, а запечатленные зверем – это Его добыча. Потому что это те люди, и 13 глава книга Откровения говорит об этом, это те люди, на которых стоит печать зверя, которых дьявол обманул, которых он обольстил и искусил. Это те люди, которые послушались Его. Они исполняют Его волю. Они подобны Ему по характеру. И еще одно. Помимо того, что печать Божья – это знак характера и знак обладания, печать Божья – это еще и защита. Мы встречаем в Священном Писании несколько историй о том, как некая печать становилась средством защиты. 12 глава книги Исход говорит нам и повествует нам о том, как израильский народ вышел из земли египетской. «Господь дает устав о Пасхе», и в 12 главе книги Исход мы читаем следующие слова. 12 глава книги Исход. «Господь говорит здесь следующее. «Пусть возьмет от крови Его, то есть от крови того агонца, которого должна была сохранить каждая семья, пусть возьмет от крови Его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть Его. Пусть съедят мясо Его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят Его». А дальше сказано в 12 стихе 12 главы. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Иными словами, этот знак, о котором говорит Священное Писание, был средством защиты. Когда Господь видел этот символ на перекладинах и на домах израильтян, он становился символом защиты, и Господь проходил мимо для того, чтобы не поразить тех людей, которые жили в этих домах. Господь видел этот знак и проходил мимо. Таким образом, израильский народ был сохранен от этого ангела-губителя. Еще одна история о печати содержится в 4 главе книги Бытие, в 15 стихе. Мы с вами читаем здесь о том, как Господь сделал знак Каину для того, чтобы Каина никто не убил, встретив его. «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Таким образом, и в этом случае некий знак охранял человека от какого-то убийства, от какого-то поражения. Кроме того, есть еще один текст, очень важный, который использовал по-видимому Иоанн, когда писал книгу Откровения. Он опирался на этот текст из книги пророка Иезекииля. Мы читаем следующие слова в девятой главе. Это то самое время, когда израильский народ, будучи обличаем Богом, ушел в плен вавилонский. И в девятой главе, в четвертом и в пятом стихе, мы читаем о том, как Господь посылает ангелов своих для того, чтобы совершить наказание для отступившего народа. А в четвертом и в пятом стихе мы читаем следующее. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите». Таким образом, это повеление было исполнено. Все те люди, которые не имели знака защиты от Господа, они были поражены, они были убиты, потому что народ Божий отступил от своего Господа. Они изменили своему Богу, уподобившись сатане, уподобившись дьяволу. Таким образом, мы видим с вами, что печать Божья необходима была по трем причинам. Прежде всего, печать Божья – это подобие по характеру. Во-вторых, печать Божья – это обладание, это знак того, кому я принадлежу, кому я отдал свою волю. И в-третьих, печать Божья – это знак защиты. И еще одно. В конце хотелось бы сказать еще раз об этой категории людей, с которой мы встречаемся в седьмой главе книги Откровения. Когда Иоанн увидел этих людей, стоящих у престола Божьего, он сказал следующее. «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отурет Бог всякую слезу сочей их». Господь показывает ту категорию людей, которая запечатлена. Это не какие-то сверхчеловеки, это не какие-то сверхсовершенные люди. Иоанн просто и ясно определяет эту категорию людей. Ему сказано, что это те люди, которые омыли свои одежды кровью Иисуса Христа. И это удивительный христианский парадокс, потому что одежды нельзя убелить кровью, одежды можно испачкать кровью. Однако парадокс христианский заключается в том, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, и те, кто омыл свои одежды кровью Христовой, получат печать Божью и знак Его защиты. Дорогие друзья, я искренне желаю, чтобы каждый из вас, кто смотрит эту программу, чтобы все вы могли бы получить этот знак печати Божьей, для того, чтобы быть сохраненным Божьей благодатью в последний день перед вторым пришествием Иисуса Христа. «Да благословит вас Господь». Всего вам доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова